Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Я, как и обещала, пришла в теплицу сжечь свою шашку табачную. И сейчас вам покажу, как я это сделаю. Это вот та самая капустная теплица, где я уже сделала посевы. И когда встал в выбор, какую шашку мне выбрать, при борьбе с вредителями, вот такую фас или вот такую вот табачную, то, конечно, я выбираю табачную. Почему вообще стала обрабатывать от болезней, ой, от вредителей? Я делаю это не каждый год, но нынче при посеве капусты я увидела большое количество вот таких каких-то, я не знаю, кто это такие, что из них будет потом, но какие-то коричневые, тоненькие-тоненькие червячки, они такие живучие, их очень много. Кроме этого, какие-то синие блестящие жучки, еще какие-то букашечки. Поняла, что очень густо населена моя теплица насекомыми, и я решила в этом году все-таки ее обработать. Делаю это не каждый год, но нынче обработаю. Купила специально сегодня, поехала в магазин вот такое, как типа майонезная или там йогуртовая ведерочка с табачной дымовой шашкой. Понравилось, выбрала я именно ее, потому что ее можно обрабатывать и уже с растениями в теплицах. А я как говорила, что я здесь посеяла капусту, и у меня уже появляются всходы. То есть у меня есть здесь растения. Серная шашка, вот которую я до этого говорила, фас, она не подходит, она убьет все растения. А это для предназначенности борьбы с насекомыми. Тря, медианицы, листовертка, белокрылка, паутинный клещ, трипсы, капустная моль, картофельная моль, томатная моль, овощные мухи, корневой клещ, луковый трипс. Но я как думаю, что все-все-все. Вот сейчас я ее открою. Она совершенно безвредная. Вот в этом ведерке находится такая, как спрессованная капсула из табачной пыли. По инструкции, так же, как с использованием серных шашек, ставим на негорящую поверхность. Сейчас я ее попробую разжечь. Хочу сказать, что я уже говорила, что можно применять и при растениях. Можно после применения этой шашки сразу засаживать другие растения. Единственное, что, конечно, она тоже очень вонючая и неприятная. Я хочу вам сказать, чтобы вы еще не забывали о средствах защиты. Я сейчас все одену, все, что нужно. Ой, подождите, надо шапочку снять. Так. Даже если она безвредная, о средствах защиты не надо забывать. Шашка начала работать. Я сейчас быстренько ухожу, потому что... Ой, по-моему, она не начала работать. Ну, вы, короче, поняли. Я сейчас фитиль еще один туда вставлю. Зажигаешь и быстренько убегаешь. Закрываю теплицу. Все, она будет постепенно окуривать. Преимущество таких шашек, что их можно использовать в течение всего сезона. Если у вас в теплице заведется белокрылка, паутинный клещ или еще что-то, даже когда растения будут большие, даже когда они будут плодоносить, пожалуйста, поставили такую шашку, задымили, и все насекомые у вас погибнут. Очень действенное и, что самое главное, безопасное для грунта и растений. Все, до свидания. Вот я вам показала, как я сейчас буду применять шашку. Я сейчас с ней разберусь, или она раздымится, или еще один фитиль ей нужен. Вот как раз все обкурю, прокурю, продымлю этой шашкой. И никаких вот этих вот червячков, надеюсь, что у меня не будет. О результате я вам потом доложу. До свидания.